У нас сегодня на площадке РИЦ мы поговорим о масштабном мероприятии Таэстафета Паралимпийского огня. На этом брифинге мы презентуем маршрут и способ зажжения огня Пахмакомансийский, который для сегодняшнего дня держался в тайне. И у меня первый вопрос директору департамента физической культуры и спорта Евгению Леонидовичу Редькину. Вопрос скорее риторический. Регион готов к проведению эстафеты? Да, несомненно, регион готов. В принципе, та же команда, которая осуществляла подготовку к проведению эстафеты Олимпийского огня. Здесь, в Кантамасийске, эти же люди и занимались подготовкой организации эстафеты Паралимпийского огня. Единственным отличием это укороченный маршрут и место зажжения основного действия и зажжения Паралимпийского огня. А так все, на наш взгляд, все готово. Все готовы. Ждем всех зрителей, всех жителей, средства массовой информации на этой церемонии. Евгений Леонидович, немного нам расскажете об эстафете Паралимпийского огня в России и, возможно, об истории вообще эстафеты. Несколько слов. Хотелось бы услышать. Ну, эстафета Паралимпийского огня вообще, в принципе, отличается от эстафеты. Вернее, эстафета Паралимпийского огня от эстафеты Олимпийского огня, поскольку не проходит по всей стране, затрагивает лишь 15 регионов России и не перелетает из региона в регион, а в один день происходит зажжение. Значит, здесь каждый организатор предполагает свою, так сказать, фишку, как это будет происходить, от чего будет этот огонь воспроизведен. Соответственно, у нас, поскольку регион, где проживают коренные жители, Ханты и Мальс, соответственно, способом, тем старым древним способом, которым они добывали огонь, это будет также сделано и уже пронесем по городу Ханты-Массийску и в центре зимних видов спорта уже этот огонь будет зажжен, после чего он, естественно, после всех церемоний будет, значит, так символически как бы потушен в чашу Паралимпийского огня и отправлен в Сочи, опять же, надеюсь, что наполненный хорошей, позитивной энергетикой, чтобы наши спортсмены-паралимпийцы могли достойно выступить на Играх Сочи 2014. Нет. Евгений Леонидович, Вы были в Сочи, знаете, масштаб, и у меня следующий вопрос к Вам. Грядущая эстапета станет самой инновационной и необычной за всю историю Паралимпийских игр, и сразу огонь будет зажигаться одновременно в нескольких городах одного из федеральных округов России. Вы можете рассказать некие нюансы относительно Ханты-Мансийска и, соответственно, нюансы по нашему городу? Ведь проделана огромная работа. Ну, основные, может быть, нюансы самого зажжения высказывать не будем, я не Спартак Геннадьевич, потому что есть некий интересный момент, который необходимо, хотелось бы не разглашать, но и, скажем, не тонкости подготовки какие-то. Может, Спартак Геннадьевич более подробно расскажет, поскольку учреждение, автономное учреждение играми Гаспорт занималось подготовительными мероприятиями. Хорошо. У меня вопрос тогда к Спартаку Геннадьевичу. Как проходила подготовка, что сделано? И хотелось бы услышать о результатах, которые мы увидим во время церемонии Паралимпийского огня, которая состоится в окружном центре. Ну, если двумя словами, то подготовка проходила штатно. Здесь не было никаких неприятных неожиданностей. То есть, то техническое задание, которое было согласовано с Оргкомитетом Паралимпийского огня, оно, в принципе, изначально как подготовлено, потом не было никаких изменений, дополнений. Некоторые изменения были по спонсорам проведения. Тем не менее, вся предварительная документация осталась сегодня той же самой, что и была заявлена еще полгода назад, когда мы начинали эту подготовку. Соответствующим образом мы провели и разместили все конкурсы. Сегодня мы видим уже украшенный город. То есть висят флаги рассвечения по всему маршруту следования эстафеты. Мы подготовили место зажжения, это центр зимних видов спорта. Также проработали детально. И сейчас представители олимпийского, паралимпийского эстафеты прилетели в Ханты-Мансийск сегодня ночью. Сейчас они проводят рабочие встречи. Наши представители в настоящее время проходят по маршруту эстафеты. Смотрят какие-то дополнительные нюансы. Сегодня вечером мы будем обсуждать. Также сегодня запланирована встреча ИСУВД. Факелы прилетели в Ханты-Мансийск. Сейчас находятся под охраной. Чаша здесь. Форма здесь. Инструктажи у нас уже проведены. Маршрут одобрен. Факелоносы определены. Так что подготовка на высоком уровне. Мы готовы. Во время основного события, вернее, олимпиады, у нас велась совместная работа с ВУЗом. Егорским государственным университетом. У нас волонтеры как-то будут участвовать в церемонии паралимпийского эстафеты? Волонтерское движение предусматривается. Проектом организации здесь мы задействуем волонтеров. Не в таком количестве, конечно, как на олимпийской эстафете. Потому что, во-первых, у нас существенно сокращен маршрут. Он составляет сегодня всего 3 километра и поделен на 15 этапов. Соответственно, мы проложили его по самым красивым местам. И так, чтобы было удобно. Мы же знаем, как на эстафете олимпийского огня перекрывался город. Здесь также приняли во внимание то, что заставить наименьшее неудобство жителям города. Поэтому будут перекрываться две основные улицы на короткое время. И улица Гагарина на период именно подъема и следования до поворота на улицу Спортивную. Мы просто надеемся, что все уже жители города в этом момент соберутся в центре зимних видов спорта. И двигаться практически никто не будет. Ну, а что касается волонтеров, да, у нас активные молодые люди. Тем более, они уже подготовлены, прошли инструктажи. И они также примут участие в этой хорошей программе, так скажем. Хорошо. Ну, самым трудным, видимо, для вас был выбор покелоносцев. И у меня слово к Эдуарду Владимировичу. Вы, наверное, как никто хорошо знаете, кто это будет. Посвятите нас детали, пожалуйста. Вам довелось делать отбор качественный. В итоговый список вошли лучшие из лучших. Это, прежде всего, тренер нашей легенды Алексея Шапатова Валерий Иванович Прохоров, заслуженный тренер России. Это серебряный призер Сурдо-Олимпийских игр Максим Бган. Это чемпионы Сурдо-Олимпийских игр Павел Фатин, Владимир Шмыгин. Это серебряный призер Чемпионата мира по легкой атлетике Виталий Телеш. Также будут принимать участие молодые звезды. Это Алина Марковская, рядом сидящая. Это Денис Максименко, спортсмен, занимается пауэрлифтингом. Айшат Рамазанова представляет пара тэквондо. Антон Михайлов представляет плавание. Эти ребята уже доказали на всероссийских и международных помостах, что они по праву являются сильнейшими в первенствах. Надеемся, что скоро эти ребята будут представлять Югру и Россию на летних паралимпийских играх. И эстафетов паралимпийского огня и паралимпийские игры дадут отличный повод для привлечения внимания к людям с инвалидностью, показать безграничные возможности этих людей. Мы все понимаем, что физическая культура и спорт для людей с инвалидностью являются основой для их реабилитации. Я надеюсь, что после проведения паралимпийских игр мы будем говорить уже об едином обществе, где не будет деления на здоровых и инвалидов. Я верю, что после проведения паралимпийских игр все будут понимать важность паралимпийского движения, все будут понимать важность занятий спортом людям с инвалидностью. И те люди с инвалидностью, которые на сегодня потеряли цель в жизни, видя, как борются, состязаются паралимпийцы, поймут, что жизнь из-за несчастного случая не закончилась, что каждый выбирает сам, как жить. Можно жить в серо, находясь в четырех стенах, а можно прожить жизнь яркую, великую, интересную. И вот те ребята, которые будут принимать участие в эстафете, являются ярким тому примером, ежедневно преодолевая себя, несмотря ни на что, занимаясь в спортзалах, на легкоатлетических площадках, в бассейнах и так далее. У нас в гостях Алина Марковская. У меня вопрос к ней. Она первый раз в качестве ньюсмейкера на таком мероприятии. Мы уже с мамой поговорили предварительно. Алин, что вы на самом деле почувствовали, когда узнали факелоносом? Расскажите о себе вообще, потому что мы знаем, что вы Алина Марковская, что вы из Пойкова, что представляете вы легкую атлетику, вернее бег. Вот, как вы сказали, я правильно говорю? Пожалуйста, вам слово. И небольшой такой вопрос. Планируете ли вы оставить себе паралимпийский факел? Три года назад меня пригласили поучаствовать в соревнованиях в Ханты-Мансийске. И я съездила. Мне очень понравились люди, атмосфера. И я начала заниматься спортом. Стала тренироваться. Сначала тренировалась на обычном протезе, бегом. Затем мне предложили сделать беговой. Мы поехали в Москву и сделали беговой протез. За что хочу сказать спасибо Эдуарду Владимировичу Исакову. За то, что он предоставил такую возможность. И теперь я занимаюсь профессионально. Летом на 100 метров в 2013 году выиграла первое место и выполнила первый разряд. Этой зимой я улучшила свой результат. То, что я понесу паралимпийский огонь. Меня очень рада. Это очень волнительно. И такая ответственность. То, что именно мне предоставили внести. Вы расскажите, вы где учитесь? Мы знаем, что вы из Койкова. Учусь в школе, в 9 классе. Ясно. Кто у вас тренер? Тренер Александр Николаевич Козлов и Александр Сергеевич Боровых. А как он отнесся к тому, что вас выбрали? Виктор, все счастливы. Ясно. Я вообще на самом деле хочу уже отдать слово СМИ, которые присутствуют на этой площадке. Пожалуйста, переставляйтесь в микрофон. Ваши вопросы, уважаемые журналисты. Александр Шестаков, телекомпания «Горя». Не знаю, кому адресовать этот вопрос. Уж сами решите. Когда выбирали старт эстафеты Олимпийского огня и финиш, почему именно биатлонный центр и «Аллея Олимпийской славы». Такой риторический вопрос больше. Может, я начну. Дело в том, что мы уже практически сами ответили на этот вопрос. У нас существует в столице Югры «Аллея спортивной славы», на которой размещены, а некоторые даже имена выбиты на гранитных камнях и фотографии всех заслуженных, уважаемых спортсменов и тренеров. Поэтому, поскольку там огонь горит, символично было бы силу этого огня передать старт именно с этой площадки. И важно, что находится практически в центре города. То есть по самому, по длине маршрута мы все рассчитывали, чтобы уложиться и по времени, и постараться показать красоту нашей горской столицы. Ну, а центр зимних видов спорта, ну, наверное, тоже ответ очень прост, что это одна из главных спортивных площадок всей России по проведению крупных международных соревнований по биатлону. Я думаю, что скоро и по лыжным гонкам. И вообще любых спортивных мероприятий по зимним видам мы там частенько проводим все окружные соревнования, все российские, учебные тренировочные сборы. Очень многих команд не только с Ханты-Массийского округа там проходит, а и других субъектов. Этапы Кубка России в этом году уже проводили. И считаем, что это одно из самых спортивных мест, которые символизируют единение всех спортсменов, независимо, кто каким видом спорта занимается. Анастасия Левдина, телекомпания Югра, новости. Я вот все-таки хотела бы уточнить о способе зажжения первого факела. Сказано, что он будет зажжен традиционным методом Ханты и Манси. Можно поподробнее, как это будет, что это будет? Я не могу продемонстрировать, потому что я не обладаю темы навеками. Но так вот, посмотрев описание, они его, во-первых, сейчас приспособления эти изготавливали по своим древним аналогиям. То есть те, которые сохранились, они в нерабочем состоянии. Инструменты для зажжения традиционные. Поэтому они изготовили новые аналоги, современные, тех же самых, те, которые находятся в музеях. То есть там есть какие-то две дощечки, я видел кожаный ремешочек. Все такое достаточно требующее навыка. Поэтому потренировались, скажу точно, загорается, загорает, огонь будет. И приглашаю всех посмотреть воочию. Резерв существует, да? В автобусе? Нет, мы здесь как бы надеемся все-таки. Что все получится? На профессионализм наших земляков. Я думаю, все будет хорошо. Я хочу вернуться к Олимпиаде. Некоторые СМИ написали у нас, что, вероятно, в полной мере оценить тот рывок испугающей пустоты, который сделала Россия за последние годы, смогут только наши потомки. Когда пройдет чуть больше времени, и будет возможность оглянуться назад. Эдуард Владимирович, у меня к вам вопрос. Как вообще Сочи готова к Паралимпийским играм? Расскажите немножко нам, как будут принимать гостей и все ли там в порядке, для того, чтобы так же достойно продемонстрировать уровень и подготовку нашей страны к принятию гостей. Мы все были очевидцами, как Сочи, как Россия приняла спортсменов, гостей на Олимпийских играх в Сочи 2014. За 6 лет сделано, на мой взгляд, невозможно. Полностью приведена городская инфраструктура в соответствии с требованием доступной среды для людей с инвалидностью. Построены суперсовременные спортивные объекты. И я с уверенностью могу сказать, что Паралимпийские игры в Сочи пройдут на высочайшем уровне. И придется Корее перенимать опыт, чтобы было сделано как минимум не хуже. городская транспортная инфраструктура полностью готова для встречи паралимпийцев и гостей Паралимпиады. В горном кластере и в Олимпийской деревне тоже все готово для того, чтобы и спортсмены комфортно выступали и проживали в Олимпийской деревне, и чтобы гости с инвалидностью приезжали на объекты и смотрели эти соревнования. От Югры у нас в Паралимпийских играх будут принимать 4 спортсмена, представляющие сборную команды Югры по слэш-хоккею. Это Константин Шихов, это Василий Варлаков, это Николай Терентьев, Владимир Литвиненко. Ребята становились уже чемпионами России, и я надеюсь, что в составе сборной команды России достойно выступят на Паралимпийских играх. И, к слову сказать, что впервые команда по слэш-хоккею будет принимать участие в Паралимпийских играх. В кратчайшие сроки был создан такой вид слэш-хоккея в России. И за 4 года стремительный рост произошел этого вида спорта. Сейчас в чемпионате России будут участвовать 8 команд, которые приедут в апреле в город Ханты-Мансийск на финальный тур чемпионата России. И вы все будете свидетелями этого захватывающего турнира. Я надеюсь, группа, из которой нашим спортсменам надо выйти, реальна. То есть силы наших спортсменов, я знаю, должны показать все, на что они способны. Я думаю, нашим слэш-хоккеистам под силу закрепиться на пьедестале. Как вы оцениваете шансы российских паралимпийцев? И что хотите пожелать игорским спортсменам на выступлениях в Сочи? Шансы победить очень высоки, поскольку на предыдущих паралимпийских играх наша сборная одержала победу по количеству завоенных педалей. Как сказал Эдуард Владимирович, что в слэш-хоккею мы будем выступать впервые на этой паралимпиаде. За четыре года была система сформирована, но уже ребята доказали, что и на международных турнирах, и на чемпионате мира можно бороться с самыми серьезными соперниками. Поэтому мы, конечно, хотим пожелать только победы, но будем рады любому их выступлению, потому что принцип олимпийского, он тут никуда не уходит, не победа, а главное участие. Но будем рады, конечно, завоеванной медалью. Какие денежные поощрения для олимпийцев подготовлены паралимпийцев? То есть они торжественны тем, что получили олимпийцы обычные наши или меньше, больше? Суммы примирования спортсменов на олимпийских, паралимпийских, суперолимпийских играх, они одинаковые. 7 миллионов рублей за первое место, 5 миллионов за второе и 3 миллиона за третье место. Ну что ж, если у нас отсутствуют вопросы от СМИ, я хочу сказать, что вся информация, которая посвящена эстафете паралимпийского огня, в том числе и отбору попелоносцев, ее можно увидеть на сайте tors.relay.sochi2014.com. Спасибо всем. Приходите к нам в гости, будем болеть за наших.